Всем моим подписчикам и гостям канала Доброго Времени Суток Сегодня вместе с вами поремонтируем вот такой диван Выполним его перетяжку, разборку, пошив чехло и сборку Просмотрев данный ролик, я думаю, каждый потом сможет повторить И перетянуть от подобного плана диван Это довольно качественные диваны, хорошие, сделанные из фанеры Потом вам покажу их устройство и конструкцию Был перетянут искусственной кожей с покрытием, состоящим из полиуретана То есть большой процент здесь полиуретана был Эти материалы характерны тем, что по сечению прерывного прерыва времени они выкрашиваются Сейчас вам поближе покажу, что с ним произошло И в целом при ремонте таких диванов лучше целиком его перетягивать То есть не элементами, к примеру, изголовье, либо сидение Лучше целиком, поскольку, как я сказал, даже если диван не работает, нигде не сидят на нем То все равно выкрашиваются Свойство теряет покрытие И происходит его естественное разрушение Поэтому, ребята, давайте приступать к работе Сейчас дефекты покажу И давайте работать вместе Ну вот, ребята, что происходит с материалами этими Начинаем вот тереть их Вот, отслаивается Точно так и здесь И при том это происходит буквально одномоментно Наступает период времени такой То, что сразу все начинает крошиться Изголовье здесь было отремонтировано, как бы, раньше То есть изголовье более-менее Ну, желательно тоже его поменять Так, давайте будем разбирать диван Субтитры сделал DimaTorzok Такая, ребята, конструкция Как видите, все довольно добротно и качественно Внутри тут фанера Корсажная лента натянута Сейчас откручиваем наши боковушки Откручиваем наши боковины И затем снимаем вкусную кожу Она хорошо, здесь оба были как бы бытовые Можно даже вот так удалять Все, давайте работать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сняли, ребята, заднюю крышку Как видите, она из ДВП Была гвоздями прибита Сейчас снимаем наши обивки Обивку сидений и спинки Изголовье, поскольку у меня материала мало Я не буду перетяивать Поскольку видно, что я недавно его делал Давайте я сделаю так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сняли, ребята, нашу обшивку Здесь поролон в превосходном состоянии Поскольку это диван я делал Я сюда поставил дорогой поролон Максимальной плотности Дополнительно синтепоном поверху Обтянул Синтепон нам нужен для того, чтобы Не образовывались складки нашей кожи Поэтому, ребята, сейчас я удаляю Здесь все скобы, какие здесь Поставались аккуратно Ну, затем будем размещать уже Искусную кожу нашу и вырезать Так, еще пару нюансов расскажу Здесь, смотрите, вот корсажные ленты наши Если диван старый, там, допустим Длительно каплуатировался Эти ленты надо подтянуть Здесь я подтягивал Тут удовлетворительное состояние Это делать не буду Но вам на заметку То, что при разборке вы поролон Открепляете и подтягиваете эти ленты Чтобы не было ям И кроме того Я везде на углах Дополнительно подложил Старого материала Потому что эти ленты Имеет свойство протираться С завода так не делали Производитель Я дополнительно сделаю У меня ресурс, соответственно, продлился И поролон, и кожа Поэтому, ребята, давайте Я удаляю скобы И продолжим снимать Следующий, ребята, этап у нас Это разметка Как что разметить Смотрите Мы сняли наши чехлы Самый простой способ Это перемерить наши чехлы Ну и точно так же Нанести разметку на материал И затем сшить Если у кого нету швейной машины Можно купить материал Как бы отдать в мастерскую Месяц со старыми чехлами Чтобы пошили там А потом смертельно натянуть Здесь, ребята, у меня как бы Отрез захватает кожа А вот эти швы Это просто будут декоративные Как бы Здесь просто сточной Выполнен шов Но мы как бы Сделаем сточной И затем еще декоративную Ну, строчку Отстрочку как бы Ну, потом это вам покажу Расскажу Поэтому, ребята На основе наших Как бы размеров Чехлов Я вот снял Два элемента наших Диваны типовые Размеры у них одинаковые Ну, сейчас размечаю И вырезаю Давайте дальше Работать Следующим этапом Будет пошив Чехлов На спинку Чехла И на сидение Если помните Там такое Декоративное разделение Было на три части Нашего дивана Поэтому мы сейчас Нашу кожу Искусственную Просто Сложим По разметке Которую я сделал И прострочим Прострочим И затем Сделаем Декоративную подрочку Давайте шить Здесь ничего сложного нету Если, как я сказал Если нету возможности Можно в мастерскую отдать Где шьют Где машина Швейная Либо на бытовой сделать Но на бытовой Лучше отстрочку не делать Поскольку, как правило Некачественно получается То есть Без отстрочки Можно делать Ну, я сделаю Как положено Давайте шить Выполнили рюк Ребята Мы наше Сточные швы Ну, как бы здесь Скажем так Или имитация Сточных швов Сейчас будем Смотрите, что делать Декоративную отстрочку Ставим нити Под цвет ткани И в челноке И верхняя нить Устанавливаем Необходимую нам Длину стежка И делаем отстрочку Что немаловажно Поскольку у нас Если помните Спинка Сидение Должны стыковаться Эти швы То есть Мы на одну сторону Делаем То есть Принимаем решение Куда будем Каким образом И так делаем Чтобы было симметрично Это так Начинаем работать Вот такие швы Получились Такого качества У нас Какие эти ромки Аккуратные Вступаем в сбор Сейчас, ребята Последний этап Совершающий То есть Разбираем Собираем Натягиваем Смотрите Что тут Какие нюансы Могут быть Специально взял Старый кусок Нашего чехла Нашего чехла Вот этой кожи Вот он То, что здесь Вот в углах Немножко придется Подрезать нам Чтобы не было много Складок Здесь То есть Углы Позарезаем Здесь Наш рисунок Если Вот такие Линии То есть Их мы должны Будем совместить Соответственно Равномерно Натянуть Или Натянуть Не надо Ну Немножко Подтянут Надо То есть Чтобы кожа Распрямилась Наша В любом Случаю Все эти Материалы Растягиваются Со временем И будут Образовываться Складки Для этих Целей Поэтому Здесь есть Синтепон Чтобы не так Быстро Это происходило Поэтому Ребята Давайте Собирать Вкратце Кое-что Покажу Вам Ну И в конце Еще Хочу Рассказать Вам По уходу Такими Материалами Как Искусственная Кожа Давайте Приступать К работе Материалами Субтитры сделал DimaTorzok Перед приемкой, ребята, мне еще пару слов нужно вам важных очень сказать Смотрите, ребята, вот такие диваны, как правило, устанавливаются в интернативных зданиях То есть зданиях с массовым пребыванием людей Понятное дело, маловероятно, что дома такие диваны кто-то закупает Это такие самые выносливые, самые простые диванчики По поводу материалов Все материалы, вот данные, боятся воды, искусственная кожа Поскольку, как только их начинают протирать водой Все вещества, вот эти эфиры, полиэфиры, которые там пропитаны от материала, они испаряются И затем эта кожа лопается Соответственно, во всех интернативных зданиях есть уборщики И, как правило, необученные уборщики постоянно моют водой Чем мыть? Тут два варианта Либо бюджетный Это мыльным раствором Немножко капнуть жидкого мыла в воду И протирается А затем сразу же с сухой ветошью То есть не давать испаряться Другой, более сложный вариант Это такие вот кондиционеры и очистители для кожи Они подходят для искусственной натуральной кожи Они тоже размягчают кожу, очищают Но они, понятное дело, денег больше стоят Поэтому, чтобы продлить жизнь вашей мебели Надо правильно за ней ухаживать И обучать ваших сотрудников Давайте, ребята, поближе к дивану Сейчас покажу вам, как получилось Углы, все швы Давайте смотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА